Более 20 миллиметров осадков выпало в Самаре за прошедшие сутки. Высота снежного покрова приближается к метру. К уборке улиц была привлечена дополнительная спецтехника. По оперативным данным Департамента благоустройства и экологии за прошедшую ночь из областного центра вывезено около 200 тонн снега. Особое внимание очистки крови. Сейчас в уборке наледи с крыш задействовано 200 бригад. Это более тысячи человек. Лариса Шалафаст продолжит. С Новым годом сегодня в шутку поздравляют друг друга представители управляющих компаний и районных администраций. Только почистили крыши, снова нужно браться за лопаты. В первую очередь очищать нужно самые опасные места. Это опять же места, о которых мы не раз говорили. Это выход из подъездов, над которыми висят сосудки. Особенно это двухэтажки, которые у головы стоят с каплицей снега. Если крыша даже и подает, что она очищена, то вот в этих местах, как правило, в основе снег остается. Сосулька растет, человек выходит, летальный исход. После очистки крыш снег оказывается на тротуарах. Не все управляющие компании своевременно его убирают. Жителям приходится протаптывать дорожки через сугробы. За несвоевременную уборку снега административно-техническая инспекция составила более 40 протоколов. В данном случае снег с крови, это естественно снег на квартиру жилого дома. Естественно, его надо убирать. И здесь благоустройство совершенно право, что если она почистила тротуар, но после почистки кровли, значит, если набросали, конечно, надо из-за того это убрать. По прогнозам синоптиков, небольшие осадки местами будут идти еще несколько дней. Работу по уборке снега коммунальные службы будут вести в усиленном режиме. Все скатные кровли в городе должны быть очищены к 29 марта. Лариса Шлафаст, Валерий Шаронин, ГИС События. Карты, деньги, два стола. Все это изъяли сотрудники МВД из очередного казино. Теперь вся эта атрибутика перешла в разряд вещественных доказательств. Бизнес на улице Дальней прикрыли в самый разгар игры. Сопротивляться никто не стал, чтобы не усугублять положение. За чрезмерную любовь к казарным играм посетителям ничего не будет. А вот организаторам заведения грозит до шести лет лишения свободы. Их задержали, по факту проводится проверка. В настоящее время намного меньше становится. И продолжаются оставаться факты эти. И выявляются они сотрудниками. Ежедневно проводится работа в данном направлении. Поэтому все преступные проявления ликвидируются незамедлительно. Как только если что-то появляется новое, соответственно, сразу принимаются меры. С начала года в Самаре задержали около ста сбытчиков наркотиков. Из оборота изъяли 2,5 килограмма психотропных веществ, в основном героина. Об этом говорили наркополицейские и сотрудники городского департамента общественной безопасности на заседании контрольного комитета Гордумы. Подробности в сюжете. Наркопритоны, шприцы в подъездах, неадекватные сборища. Жители железнодорожного района выкладывают все на чистоту. Их внимательно выслушивают и берут на заметку все указанные адреса. Представители департамента безопасности и сотрудники областного наркоконтроля говорят, лучшего источника информации, чем сами жители, пока не придумали. Общаемся с населением, получаем от них, скажем так, конкретную информацию о местах сбыта наркотиков. Больше всего помогает, конечно, эта встреча выявить те настроения, которые находятся на сегодняшний день в среде населения, именно по отношению к наркозависимым лицам, вообще к проблеме наркомании. По всем заявлениям жители проведут проверки. Общественные приемные заработали по инициативе городского департамента безопасности. Сегодня юрист Шафеев, руководитель подразделения, отчитался о работе за год. Главная задача – организация совместной работы наркоконтроля, полиции и других правоохранительных органов с населением и администрацией города. Я считаю, что мы за тот год сумели наладить это взаимодействие. У нас сейчас полное взаимопонимание и с госнаркоконтролем, и с полицией, и с территориальными органами администрации. И самое главное, нас в этой работе госнаркоконтроль очень поддерживает. Благодаря совместной работе с начала этого года наркополицейские задержали 94 сбытчика психотропных веществ, в Споличном взяли двух наркокурьеров. Из оборота изъяли почти 2,5 килограмма героина. Алексей Кнор, Владислав Манин, ГИС, События. Ключи для военных. Более ста самарских офицеров внутренних войск получили собственное жилье в поселке Волгарь. Новые квартиры, одна, двух- и трехкомнатные, выкупило для них государство по федеральной программе. Для этих военных скитания по гарнизонам и общежитиям закончились. Семья Болотниковых до сих пор не верит, что это свершилось. 19 лет без собственного жилья ютились в общежитиях и съемных квартирах. На службу в Самару приходилось ездить из других городов области. С утра на электричку, вечером на электричку, 6 часов на сон. И вот своя собственная отремонтированная квартира со всеми удобствами. Хоть завтра въезжай и живи. Очередная дата, которую будем отмечать как день рождения, как годовщину свадьбы, как день рождения дочери. Теперь будем отмечать еще и день переезда, получение квартиры. Это все. Квартира это все, это военно. В военном для каждого человека квартира это свой уголочек, свое место, гнездышко. 106 самарских офицеров получили такие квартиры по федеральной программе. Новостройки в поселке Волгарь. Цена квадратного метра 30 тысяч рублей. Для военнослужащих закупили почти 300 квартир. Теперь все офицеры внутренних войск в области обеспечены жильем. Мы еще дали объявление, что желающие, служащие по контракту во внутренних войсках, могут даже проживающие в городе, при Волжском федеральном округе, в любом городе, могут изъявить желание по увольнению получить жилье здесь у нас в Самаре. Сегодня исполняется 201 год внутренним войскам России. Офицеры говорят, это самый лучший подарок на их профессиональный праздник. Алексей Захаров, Мурат Гасанов, ГИС, События. Учения света не всегда ближние. Российских абитуриентов ждут во Франции, США, Великобритании и даже Таиланде. В Самаре открылась первая международная выставка образования за рубежом. Более 40 представителей разных стран приехали в наш город, чтобы поделиться опытом и пригласить самарцев на учебу. Мариана Мирная задумалась о втором высшем. Классическое европейское образование шагает по миру семимильными шагами. Страны открывают филиалы своих вузов во всех частях света. Брайан Хилтон открыл отделение Британского университета Нотингем в Китае и приглашает туда учиться самарских абитуриентов. Китайский язык – один из самых сложных, и чтобы его выучить, нужно повторять одно и то же много-много раз. Ведь китайские дети практически с рождения изучают тонкости грамматики и произношения. Кроме уже привычных вариантов для обучения, Франция, Великобритания и США есть и более экзотические страны, где можно получить профессиональное образование и глубже познакомиться с восточной культурой. Таиланд – солнечная страна. Посмотрите за окно, у вас идет снег. Когда русские приезжают к нам, они получают заряд позитивных эмоций и понимают, что наша страна отлично подойдет для учебы. Международная выставка образования за рубежом – это первое масштабное представление иностранных учебных заведений самарским абитуриентам. Как говорится, учение – свет, а за свет надо платить. Образование за рубежом не всем по карману. В среднем год обучения стоит от 10 до 26 тысяч евро. Существует также обмен опытом между Россией и другими странами, ведь нам тоже есть, что предложить иностранным студентам. Во-первых, Россия всегда интересна просто как страна. И то, что называют «таинственной русской душей» – это то, что привлекало людей из самых разных стран увидеть глубинку, увидеть необычную страну, которая стоит на стыке европейской и азиатской цивилизации. Самарские аэрокосмические и технические университеты входят в список лучших российских вузов и не первое десятилетие привлекают абитуриентов из разных стран. Студенты с трудом учат русский, но полученным образованием довольны. Марианна Мирная, Иван Карпов, ГИС, События. Записать ребенка в первый класс теперь можно через интернет. Услуга доступна всем самарцам на сайте городского департамента образования. Здесь размещена подробная инструкция и бланк заявления, которые родители могут заполнить и отправить на сайт школы. Прием начинается с 1 апреля. Встать в очередь онлайн можно сразу в нескольких учебных заведениях. Новая форма записи позволит избежать столпотворения у дверей школы и значительно сократит очереди. Основная задача, которую мы решаем, вводя такую форму электронного обращения, это исключение любых коррупционных проявлений, связанных так или иначе с регистрацией заявлений, с приемом документов, с выстраиванием, как мы привыкли называть, живой очереди. Мы максимально стремимся избежать этого в этом году. Для самих заявителей, для родителей, законных представителей детей, это удобство, комфорт, когда не нужно тратить дополнительное время, не нужно беспокоить своих близких, родных тем, чтобы отстоять эту живую очередь, занять ее заблаговременно. Простым действием отправления электронного письма это решается. После подачи заявки в течение двух суток на почту придет ответ с уведомлением. Затем в течение 10 дней родителям нужно прийти в школу с необходимым пакетом документов. Это паспорт, копия свидетельства о рождении ребенка, медицинская карта. По-прежнему подать заявление можно и лично, в порядке живой очереди. Панда-парк появится в Самаре. Он откроется в парке Молодежный в середине мая. Все развлекательные аттракционы в нем подвешены. Бревна, велотреки, скалодромы и прочие конструкции будут располагаться на трех разных уровнях от земли. Подобные парки есть только в Москве. На новый сезон, который откроется 19 мая, запланированы и другие сюрпризы. Каждый парк будет представлять определенные музыкальные направления. В Струковском саду зазвучит классика, в парке Металлургов Шансон, в парке Победы Ретро. Еще до официального открытия в начале мая в парке Победы пройдет фестиваль духовых оркестров. Своё мастерство покажут областные творческие коллективы. Не останутся без внимания и спортивные состязания. В Струковском откроется роллерная аллея, а в молодежном – аллее здоровья. На площадке парка Гагарина оживает традиция работы картинг-школы и даже бесплатные занятия по вождению, по изучению картингов. Школьники могут сейчас уже подавать заявки для того, чтобы они были включены в систему бесплатных занятий на картинг-трассе. Лучше скал могут быть только скалы. В Самаре прошли областные соревнования по скалолазанию. Это относительно молодой вид спорта. Откололся он от альпинизма в середине 50-х годов. Но за короткий срок скалолазание завоевало огромную популярность во всем мире. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь. Слова Владимира Высоцкого о людях без страха и упрека. Скалолазы – бойцы со скалами. И уж если тебе покоряются горы, то и жизненные трудности нипочем. Валентин Потапов более 10 лет занимается спелеологией. Приходилось и над пропастями висеть, и под землю спускаться. Даже для посещения пещер навыки скалолазания часто бывают необходимы, потому что тоже встречаются различные участки, стен. Поэтому иногда хожу и на скалодром. Елена Маркелова – одна из немногих девушек, которые принимают участие в областном фестивале скалолазания. В этом деле она пока новичок. Трудно, страшно, но в этом и есть смысл скалолазания. Очень страшно. При этом себя как бы преодолеваешь, лезешь. Это своеобразный род не только физическая закалка, но и духовная. Потому что закаляется и характер, и дух, и физически тебя в разы достанавливается. Сила есть, ума не надо. Это не про покорителей вершин. На крепких руках далеко не поднимешься, говорят организаторы соревнований. В зависимости от каких-то параметров силы, силы пальцев, роста, человек выбирает для себя более удобный. Поэтому скалолазание считается интеллектуальным видом спорта. С какой-то стороны, что ты начинаешь думать, раскладывать трассу. Соревнования проводятся в два этапа. Первый день проходит в формате фестиваля. Состязаются новички и любители. Лишь пять сильнейших спортсменов примут участие в следующем этапе наравне с профессионалами-разрядниками. Сергей Кочкин, Алексей Кнор, Владислав Манин, ГИС События. Сегодня Международный день театра. Праздник, объединяющий все человечество. Ведь, как говорил Шекспир, весь мир театра. В нем женщины, мужчины, все актеры. У них свои есть выходы, уходы. И каждый не одну играет роль. В Самаре восемь профессиональных театров и множество талантливых актеров. Союз театральных деятелей ежегодно поздравляет работников сцены с праздником. И без внимания не останется никто. В поздравительный рейд по Самарским театрам отправилась Марианна Мирная. Мы отважные засланцы, СТДшные гонцы, мельпомены посланцы и искусство мы певцы. Открывайте шире двери. Делегация из Союза театральных деятелей идет. Молодые актеры поздравляют коллег, служителей мельпомена с профессиональным праздником. Шампанское, неотъемлемая часть конфеты, это то, что мешает тебе репетировать вообще уже, когда на репетиции тебе приносят это. И уже праздник начинается уже вот в этот момент, я считаю. Солисты балета поздравители не ждали и приятно удивились их приезду. Сейчас танцоры репетируют сложные партии Ромео и Джульетты. Но Екатерина Первушина, возможно, позволит себе сегодня одно маленькое пирожное. Наверное, как такового с праздником не получится, потому что все в работе, все в репетициях. Отметим, может быть, как-нибудь попозже, я не знаю. Международный день театра отмечается с 1961 года и чаще всего в свой собственный профессиональный день актеры работают на благо зрителя. В суете будней заслуженный артист России Олег Белов вообще забыл о празднике. Я забыл, конечно. Я утром сегодня мне звонит тетя и говорит, поздравляю тебя, Олег. Думаю, с чем он меня поздравляет? День рождения, у меня летом, что же это, ну как-то с днем театра. Я говорю, ааа, точно, я тебе там всего желаю. Оперный и драматический театр юного зрителя. Поздравления от Союза театральных деятелей звучат сегодня во всех театрах города. Завершится праздник капустником на сцене Самарской площади. Первые упоминания о театральной постановке датируются 2500 годом. До нашей эры в Египте сыграли спектакль о Боге Осирисе. С тех пор театр становился все более популярным. Международный день театра это не просто профессиональный праздник работников сцены. Это и наш с вами праздник. Праздник миллионов неравнодушных зрителей. Марьяна Мирна Иван Карпов ГИС События Еще больше новостей вы увидите на нашем сайте www.samaragis.ru А я с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok